На улице Авиаторов уже этим летом откроется новый торговый центр Наринмарского городского потребительского общества. На сегодняшний день здание готово на 80%. Выполнен основной объем работ. Подведены тепло, водопровод и канализация. Завершается прокладка электропроводки. Из внутренних работ строителям также осталось провести вентиляцию. На объекте побывали вице-губернатор Евгения Калашник и представители профильного департамента. На сегодня у нас тепло подведено, электрика уже заканчиваем, канализация у нас тоже уже подведена, водопровод у нас проведен. Значит, все это у нас уже находится в стадии готовности. Мы все сдали уже по КТС, они нас приняли уже как потребители. Торговый центр площадью 1500 квадратных метров Горпо строит полностью за счет своих средств. С начала строительства уже потрачено 60 миллионов рублей. Это, можно сказать, что первая такая стройка, потребка операций вот здесь, на севере. И строим мы за счет своих средств. Очень бы хотелось, конечно, чтобы администрация округа, администрация города как-то обратили внимание и хоть немножко нам помогли. Может быть материально, может быть какими-то, я тебе говорю, другими средствами, потому что действительно в наше время строить очень сложно. При снижении покупательского спроса в других магазинах. Поэтому, конечно, очень бы хотелось, чтобы все-таки как-то финансово нам помогли. Немножко сейчас, чтобы быстрее закончить этот объект. В любом случае, магазин планируется открыть летом. Заодно провести благоустройство прилегающей территории. Кроме торговых площадей, в здании будет расположена парикмахерская и закусочная. Я думаю, что с учетом того, что в районе не сильно обеспечено таким помещением, в котором население могло бы приобрести и получить как товары, так и услуги, я думаю, что это будет очень хорошее подспорье для населения, проживающего в данном районе. И если мы еще решим вопрос с таким комплексным обеспечением населения местной продукции и сформируем некую кооперативную сеть, это было бы прекрасно. Открытие нового торгового центра позволит трудоустроить не менее 40 жителей округа. Это и операторы, продавцы, кладовщики и работники общественного питания. По словам Светланы Паюсовой, обучение будет проходить непосредственно на месте, а также посредством дистанционного обучения в Архангельском кооперативном техникуме. Кроме того, сейчас ГАРПО ведет переговоры с Центром занятости населения.